Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня 14 июня 2014 года. Какая символичная цифра. Что ж, по деятельности на канале. Сейчас просто немножко запарка со временем получается, но я думаю это не страшно, потому что каждые несколько дней, это 2-3 дня, выходит какой-то ролик. И я думаю скоро эти трудности мои со временем закончатся. Что ж, по новинкам. Только-только буквально пару дней назад был пройден 4-й эпизод The Wolf of MUNAS. То есть, очень достойно, на уровне и ожидаем финала. Как вы знаете, заявлено всего 5 эпизодов The Wolf of MUNAS. Поэтому ждем развязки. Хотя, я думаю, там каких-то уже прям таких адовых поворотов, сюжета не будет. Потом, касательно Е3. Что ж, мы с Сейвом смотрели трансляцию. Это было довольно интересно. Много всяких разных новинок. В основном это все было на консольке, но вот такие игры, как Ведьмак, такие, как Mass Effect, такие, как Dragon Age Inquisition. Это будет очень интересно. И я думаю, они меня не подведут. Потому что большие надежды я возлагаю именно на эти игры. Также ни для кого не секрет, в GTA 5, да, она все-таки выйдет. Хм, я довольно скептически к этому отношусь, потому что, ну, как бы, ее не разрабатывали для ПК. А вот, если это будет порт, и мне довелось поиграть в версию на Xbox. То есть, эта игра, если ее портировать на ПК, она не будет стоить ничего, на самом деле. Там нужно перерабатывать очень многое. Ну что ж, посмотрим, как оно выйдет. На Rockstar никогда не жаловались, потому что эти люди делают игры, во-первых, с душой, во-вторых, с огромным качеством и вниманием к деталям. Поэтому будем надеяться только на хорошее. Там было еще много-много-много всего, но, я думаю, по Е3 надо записать отдельное мнение. Поэтому ожидайте вскоре на канале. Теперь же, что у нас по прохождениям. Нынче проходится Sleeping Dogs, который я обязуюсь пройти, потому что игрушка довольно-таки интересная, затягивающим и интересным сюжетом. Потом на канале было несколько первых взглядов, таких как на The Forest, таких как на Watch Dogs. Насчет The Forest. The Forest обещает быть довольно интересной игрой. По крайней мере, концепция великолепна. Я просто надеюсь, что на более поздних версиях игры ее более оптимизируют, потому что то, что происходило на моей системе с текстурами во время игры в The Forest, это неприемлемо, по-моему. Хотелось бы еще упомянуть про игровые новости. Для тех, кто не в курсе, в Dark Souls 2 выйдут некие дополнения. О них я пока не знаю ничего, но уже слушок такой прошел. Довольно интересно будет, что же добавят все-таки на ПК еще для Dark Souls 2. Я надеюсь, это будет дополнение, сравнимое с Prepare to Die Edition. То есть ожидаем. Потом новости про TES Online. TES Online сократило количество своих работников, так сказать, на 300 человек. Это довольно-таки тревожный звоночек. Хотя я предсказывал ранее, что... Я прям как Нострадамус, ребят. Вот. Я предсказывал ранее, что именно TES скоро перейдет на систему Free to Play, но также пока что никаких новостей об этом нет. Многие критики, многие эксперты говорят, что именно так это и случится. Ну, либо она закроется. Одно из двух. Так что делаем ставки и посмотрим, насколько быстро это будет. Теперь касательно Скайрима и модов. Вот буквально в этом месяце выйдет два больших дополнения, за которыми я слежу. И которые я, скорее всего, буду проходить. Но у нас еще в планах есть мод под названием False Car, который нужно допройти. И я думаю, что за ним сразу же последует прохождение тех глобальных модов. Я пока их называть не буду, но я вас уверяю, они будут очень и очень интересными. Ибо их делают довольно-таки талантливые люди, можно сказать, даже профессионалы в своем деле. Ну и завершающий этап моего подкаста, это что же все-таки будет на канале. Ждите продолжение Sleeping Dogs, ждите Скайрим обзоры модов и как глобальных модов прохождения, так и обзоры рядовых модов. Почему я не делаю довольно часто их, хотя модов действительно изобилие? Потому что, ну, во-первых, у меня сейчас довольно все критично со временем. Ну, а во-вторых, я уже давно не видел действительно качественных модов. Можно порыться, можно поискать. Я обещаю, что я найду скоро парочку хороших, чтобы вам представить действительно интересных. Вот, но пока, к сожалению, ничего. Ну и еще одна новость, раз уже пошла такая пьянка. Origin раздал Battlefield 3, так что можно будет в честь такой халявы записать небольшой ролик. На этом, я думаю, все. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока. Спасибо, что смотрите меня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok